Всем привет, это ОмайАрт. Давно мы с вами не ходили на выставки. Вот сегодня пойдем, идем в новую Третьяковку на выставку Гриши Брускина «Смена декораций». Выставка открылась уже какое-то время назад, и я читала очень много отзывов, когда готовилась. И главное, что говорят об этой выставке, что она очень актуальна. И вот здесь я вас призываю не обманываться. Эта выставка готовилась три года, и она должна была открыться в юбилейный год для Гриши Брускина. Ему исполнялось 75 лет, но случился ковид, и поэтому выставку открыли только сейчас. Но важное замечание – искусство, оно всегда идет в ногу с тем временем, в котором оно существует. И выставка, на которой поднимаются темы отношения власти и толпы, темы коллективной памяти, темы, как мы живем в этой памяти, о том, что слой цивилизации на нас иногда слишком тонок. Вот выставка, которая поднимает такие темы в настоящем контексте, контексте, который существует сейчас, конечно, будет считаться очень актуальной. Погнали! Первое, что я должна сказать, вот уже находясь внутри, в пространстве выставки, вы здесь должны совершенно отдаться своим ощущениям сразу. Не противьтесь им, и вас сразу начнут вводить прямо в эту выставку, потому что здесь сразу много всего уже в первом зале. Здесь видео, здесь музыка. Вообще Брускин работает в совершенно разных медиа. Мы здесь увидим скульптуру, мы здесь увидим живопись, мы здесь увидим видео, увидим даже текстиль. Брускин сам здесь драматург и режиссер этой выставки. Вообще я очень советую вам воспринимать как такое единое произведение искусства. Здесь перетекают образы, здесь иногда меняется время. Здесь восемь сцен, прям так они и называются, каждый зал называется сценой. Я стою сейчас в первой сцене, она же пролог, и здесь есть такие два произведения, две такие скульптуры, объекта. Есть еще видео, смотрите, оно сейчас закончилось. Давайте тише говорить. И тоже важно понимать, что Брускин очень много делает отсылок к истории искусства, к произведениям из прошлых веков. И вот первое, что мы здесь видим, это такой всадник на коне, у которого очень много ног. Это, конечно, отсылка прежде всего, ну, мне так кажется, сейчас особенно об этом думается, к всадникам апокалипсиса, которых вот несколько, и они здесь, может быть, слились в одного, потому что они скачут таким единым рядом, поэтому у этой лошади очень-очень много, у этого коня очень много ног. Конечно, это еще отсылка к итальянским футуристам, это говорит сам художник. Карло Карра, итальянский художник, недавно была выставка в Пушкинском музее, и вот там был этот красный конь. Это еще, конечно же, и синий всадник Кандинского. И вообще, обратите внимание на всадника, он тоже такой странной формы. Почему еще кажется, что это может быть такой всадник апокалипсиса? Потому что у него странное, даже как-то обезображенное лицо, непонятно какое. На самом деле художник говорит, что это противогаз, и противогаз, который защищает его от мира, от внешних воздействий, от вирусов. А может быть, может быть, здесь противогаз действует, как такая маска, которая скрывает его лицо. Второе произведение «Проснувшаяся муза», и это тоже, конечно, отсылка к произведению начала века 1910 года, «Бранкузи. Спящая муза». Это такое одно из главных, наверное, произведений искусства в 20 веке. И вот по мнению Брускина, это муза, которая проспала весь век, проснулась и увидела все ужасы, которые произошли за 20 век. Она еще в 21 веке не просыпалась, да? И ее лицо исказилось от того, насколько много на нее обрушилось, на эту музу. Может быть, это даже такая отсылка к культуре искусства, которым приходится действительно работать на актуальные темы, которым приходится отрабатывать эту актуальную тему, и как тяжело, может быть, искусству отрабатывать все то, что происходит вокруг нас. На видео какие-то образы, какие-то волны – все это нам откроется уже потом в последнем зале, но здесь какое-то время нужно побыть и просто войти в выставку вот через этот пролог. Доехать до моря и вообще путешествовать сейчас – дело непростое. Я на пути культурной европейской столицы этого года. Это, между прочим, литовский Каунас. Пробуду там пару дней, ну и надо где-то ночевать. А как сейчас бронировать отели, когда несколько известных компаний ушли с рынка? Я пользуюсь приложением или сайтом One2Trip. Там есть несколько важных для меня преимуществ. Смотрите, это важно. Все бронирования на One2Trip можно оплатить картами любого российского банка. И кроме этого, выбор отелей как в России, так и за рубежом такой огромный, что всегда можно найти вариант по карману. А еще, если до того, как забронировать отель, вы купите билеты, то получите скидки до 37%. Ну и плюс кэшбэк 15%, если оплачиваете бронирование – тревел-карта от One2Trip. Ее можно завести прямо в приложении за одну минуту по номеру телефона. Очень легко. У меня еще пара часов на море, потом дорога и несколько хороших выставок. Мир безграничен. Сцена вторая, мы во втором зале, называется «Толпа и власть». И здесь одно произведение, такая большая инсталляция. В 2017 году она была представлена на Венецианской биеннале, в нашем российском павильоне. Кстати, биеннале открывается вот-вот уже, но в этом году российский павильон никак не будет на ней представлен. Это решение художников. В общем, вы сами знаете, почему. 2000 вот таких человечков, которые абсолютно каждый похож на другого, который повторяет и шаг, и позу. Это так называемая поза гладиатора Баргеза. Есть такая серия античных скульптур, где гладиаторы изображены вот с поднятой рукой в шаге. Вообще, это, конечно, такой заразительный, прямо скажем, жест. И, в общем, повторяли его очень много. И был он и в 20 веке у итальянских фашистов, и у, собственно, немецких фашистов. И 21 век, я думаю, нас тоже может еще удивить этим жестом. Желание повторить его, в общем, встречается. 2000 людей идут в одном ритме, одним шагом. И вот эта сила толпы, и силой быть шестеренкой в толпе, оно вот здесь показано, да, что быть каким-то ее составным винтиком – это очень иногда заразительное и даже приятное чувство. Чувствовать себя единым со всем этим вот общим морем. Здесь, кстати, вот если посмотреть, то здесь есть ощущение какой-то такой даже волны переходящей, да, толпа как море, как такие волны, которые перетекают. Помните многообразие единства? Санчо с Кастильо, там было произведение, где на фотографии было видно, что единственный человек не поднял, из толпы не поднял руку вот в этом вот приветствии. Орел, который возвышается над этой толпой, это, конечно, символ власти. Орел всегда символ власти, еще, я не знаю, с акадской, шумерских культур. И понятно, что в Греции был орел – это Зевс. Я уж не говорю про Древний Рим, я уж не говорю про фашистскую Германию, я не говорю… Ну, на самом деле, орел – это всегда символ власти. Здесь он механистичный, и это тоже не зря, потому что толпа тоже должна быть механистичной в своих движениях. Она должна четко повторять. Нет никакой возможности для импровизации. И вот тоже удивительное совпадение. Знаете, сейчас в Москве работает выставка Мэтта Калишоу, я про нее рассказывала в обзоре, и там тоже есть другой совсем, конечно, но механистический орел, он железный, который тоже воплощает, конечно, собой власть и подавление. Но при этом удивительно, что, да, это подавление индивидуума, но здесь очень взаимное стремление. Одни стремятся подавлять, другие, как очевидно, стремятся, чтобы их подавили. Сцена третья, мы в третьем зале, она называется «На краю», и почему «На краю», я объясню чуть позднее. Но здесь продолжается вот эта история с темой толпы. Но если там мы говорили о какой-то метафоре, вне временной, скорее, истории, которая свойственна любой эпохе, практически для любого континента, любой страны, то здесь уже очень конкретная история. Здесь тема советская, толпы советской. И вот в этом зале только живопись. Как я говорила, что Брускин работает с разными медиа. В каждой сцене он нас погружает в разное. Это тоже, кстати, очень... На самом деле это очень здорово и очень помогает себя так перенастраивать и смотреть на все по-другому и погружаться лучше в эту реку, которая тебя тянет по этой выставке. Так вот, это работа 80-х годов, и Брускин сам рассказывал, что у него была мастерская, из которой он мог наблюдать за улицей Горького, сейчас она Тверская. И вот эти вот такие механистичные абсолютно люди, какая-то такая калька, копия, 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 размноженная абсолютно, с одинаковыми голубыми глазами, такие розовощеки, вот они все шагают таким им строем. Куда они шагают? То их ведет здесь вообще совершенно непонятно, но у них нет ни тени сомнений, ни вообще ни тени никаких рефлексий. Они заточены просто под вот этот шаг. Рядом работа, которая называется тоже «Красная улица», вот здесь, конечно, нет шага в одном направлении, вроде бы просто какая-то уличная сценка, но при этом движения людей, они неестественны, да, то, как они там держат руки, то, как они поворачиваются друг к другу, и посмотрите, особенно на кисти, да. То есть это тоже, это не люди, это не индивидуумы, это не личности, это какие-то куклы с заданными движениями, с заданными, ну и лица у них абсолютно, видите, пустые, без эмоций, без чувств, без возраста абсолютно, как будто они, знаете, из картона, и вот вырезали их из этой картонки. Там еще есть работа, которая называется «Фрагмент», такой повтор, какую-то цикличность она отображает. Вот один и тот же герой с обрыва шагает, но ты не понимаешь, он все-таки, он же шагает, тут же за ним выступает такой же герой, один ли это герой, он просто повторяет вот так по кругу, или действительно их очень много, и толпа прыгает с обрыва. А видим на нескольких холстах лишь вот только этот фрагмент, но уже по нему можно составить полную картину. Как я уже сказала, зал называется «На краю», на очень многих работах здесь герои, они как будто или сходят с пьедестала, или вот парят в каком-то там воздухе, вот здесь такая какая-то скала, на ней стоят герои, и некоторые из них, они уже, ну, уже за скалы, но при этом нет ощущения вот ни шага, ни какого-то решения, нет ощущения полета, они как будто застыли в какой-то абсолютно безвоздушном, разреженном пространстве. И вот эта серия Брускина памятники, он вдохновлялся, здесь это на самом деле очевидно, если чуть присмотреться, он вдохновлялся такой советской парковой скульптурой. Он сам рассказывает, что советского человека все время окружала такая скульптура, которая, это не памятник кому-то конкретному, какому-то герою, это памятник какому-то образу, там, не знаю, пионеру, шахтеру, девушке с веслом, там, да, какому-то обобщесленному образу, но эти люди, которые вот изображались в этих образах, они как будто предлагали советскому человеку такую модель, будь таким, как мы, потому что мы явно лучше, чем ты, и вот надо было пытаться дотянуться до них, да, при этом, конечно, это были такие абсолютно полые, пустые образы, вот они все, я помню, что они такие были в основном, ну, какого-то гипса сделанной, и сделаны весьма топорно, иногда так очень, знаете, неаккуратно, при этом они как бы вот очень назойливо предлагали себя, предлагали следовать, и вот здесь вот эти люди, видно, что они тоже своими вот этими круглыми глазами смотрят куда-то вдаль, очевидно, в какое-то светлое будущее, да, но при этом они, даже вот с велончелью, девочка, да, вот с пионерским галстуком, она вроде бы как бы должна быть вдохновлена, она должна быть музыкой, она абсолютно вот пустая, она просто пустая, извинит эта пустота, и при этом здесь они еще на фоне такого какого-то романтического, абсолютно какого-то пейзажа, изображены там какие-то горы, обрыв, луна вот там, но при этом, насколько они чужды в какой-то романтике, чужды в каких-то чувствах, ничего в них не проникает, ни пейзаж, ни настроение, просто какие-то пустые, абсолютно истуканы. Субтитры создавал DimaTorzok Зал Вселенной на столе следующий, и это такая подготовка к другому залу, который очень скоро будет, и мы опять здесь говорим, конечно, о советской мифологии. Вообще, когда ты идешь по всей выставке, то эта выставка, она вообще про то, как рождаются, умирают мифы, как из этих мифов что-то перекочевывает в другие эпохи, как они там где-то зацепляются, какие-то образы остаются, какие-то вообще безвозвратно исчезают, и мы забываем даже вот о чем там вообще говорилось, пелось, размышлялось, но миф советский, он сильный и своими образами, и своей идеологией, и он постоянно, да мы видим, он постоянно воспроизводится, иногда в совершенно уже гораздо более уродских формах, чем это было. Здесь действительно такая вселенная на столе, здесь небольшой набор скульптур и очень понятных, пионеры, военные, врачи, партизаны, вот там в телогрейках, все это конечно венчает герб Советского Союза, потертый, вообще все это выглядит так, как будто это действительно такая археология, да, как будто все это достали из земли, есть здесь мавзолей, есть здесь автомат Калашникова, есть понятное дело бомба, есть овчарка, конечно пограничная, это все сделано из бронзы, потому что мы видим здесь патину, но при этом, вот если приглядеться, то удивительно разговор о технике и технологиях, таких повреждений не может быть на бронзе, это повреждение, как будто это скульптура из камня, и вы можете этого просто не понимать, потому что не знаете, но на самом деле глаз улавливает какую-то, что-то здесь неправильное, так не может, так не бывает, потому что вот так стареет именно каменная скульптура, но никак не бронзовая, при этом материал здесь бронзи, и даже земля под этими скульптурами тоже специально сделана. Ну и вот следующий зал, следующая сцена называется «Коллекция археолога», и, знаете, в том еще зале, на самом деле, должна была вам это рассказать, говорим Гриша Брускин, подразумеваем фундаментальный лексикон. Я специально не стала рассказывать в начале этой выставки вот слово «вступительное» о художнике, потому что посмотрите об этом сами, прочитайте об этом сами, это важно для понимания художника, которого вы смотрите, хотя надеюсь, что большинство из вас знает, что такое фундаментальный лексикон, и какую роль он сыграл в судьбе своего создателя. Вот здесь образы, которые мы видели в прошлом зале, и здесь, в этом зале, это тоже образы из фундаментального лексикона Брускина. Но в 2013 году, кстати, вот эта коллекция археолога была показана впервые, по-моему, в Москве, была показана в ударнике, в доме на набережной, тоже очень важное место для советской истории, для советской эстетики. Есть, конечно, такая предыстория у Брускина ко всему этому, как будто он археолог, который вдруг открыл вот такую цивилизацию, отрыл ее, эту цивилизацию. Вот артефакты этой цивилизации, они представлены нам здесь. Ударники, они были по-другому представлены на той выставке, а здесь они в таких фанерных коробках, когда перевозится произведение искусства, вот эти артефакты. Здесь их показывают так, как будто они, правда, пролежали в земле. А они, правда, пролежали в земле, потому что в какой-то момент Брускин их действительно закопал в землю в Италии, чтобы земля сделала вот это свое дело, чтобы они правильно испортились, правильно покрылись вот этой зеленой патиной. И почему именно в Италии? Потому что это земля, где было несколько империй, и ему хотелось, чтобы именно в этой земле вот эти тоже имперские образы, советские имперские образы, окончательно покрылись там вот этими следами времени. Они увеличены, не такие, как на столе маленькие, а уже увеличены, и рассматривать их здесь проще. Есть здесь замечательная эта девочка с бабочкой на лице, пионерка, вот эта бабочка на лице, как такая душа, как маска, как крылья, которые все время трепещут и, может быть, даже в какой-то момент схлопнутся. Сцена 6 сквозь тусклое стекло. Многие пробегают в зал, потому что привыкли к таким инсталляциям, к скульптурам, к музыке, к видео. А он такой тихий, мне кажется, самый, как ни странно, по человеку очень зал. Вроде как Гройс в статье про эту выставку написал, что Брускин, он очень обращен к человеку. Но вот пока мы шли все эти залы, как-то обращение к человеку, к какому-то личности, я не очень чувствовала. А вот здесь именно про человека зал, на мой взгляд. И здесь удивительно, знаете, показано, как иногда в одном времени сливаются абсолютно какие-то разные вещи, но при этом они очень, вот слившись, они очень характеризуют это время или эпоху. Первое впечатление, вот первая такая, может быть, отправная точка, опять мы говорим о советской цивилизации, это все те плакаты и все те учения в виде комиксов, которые сопровождали советского человека. Он должен был все время знать, что делать. Например, в случае взрыва на химзаводе он должен учиться в гражданской обороне. В случае каких-то вообще катаклизмов советский человек должен был иметь в голове, и перед ним всегда стояли вот такие расписанные комиксы, куда бежать, что делать, как перебинтовать раненого, что у тебя должно быть в сумке обязательно там. Вот эти вот картинки из этих просветительских комиксов, они здесь расположены, но при этом подписи, которые мы видим, это цитаты из письма. Я так и не нашла, откуда эти письма, откуда их брал художник. Но когда ты вот видишь эти картинки и читаешь, например, плачу каждый день, а время свое не берет, все так же тяжело, если еще не тяжелее. Так болит сердце, просто сил не хватает. Все эти письма, они все, они про огорчение или про горе, да, и вообще про какую-то жизнь, которая совершенно параллельно течет вот этому советскому времени, да, потому что есть, есть жизнь личная, есть жизнь, в которой живет каждый человек. Да, есть еще гражданская оборона, конечно, но она выполняется, ну, лишь бы отстали, да, лишь бы, лишь бы не трогали вот эту вот жизнь личную, лишь бы не покушались на нее. Вот это стремление устроить свою какую-то индивидуальную жизнь, которую все время пытались подавлять, потому что вы часть коллектива, рабочего коллектива, еще какого-то коллектива, пионер, октябренок, комсомолец. Вот это вот желание все время какой-то индивидуальной жизни, оно вырастало в том, что было очень много, знаете, подпольно издаваемых, например, каких-то открыток про какую-то тоже, вот такую, про любовь, про свидание, с кем-то очень наивными стишками, с очень наивными изображениями, покрашены такой они линовой краской, но на них писали какие-то послания, их коллекционировали, их собирали. Советский вариант Инстаграма, да, потому что в Инстаграм тоже выкладываем вот, ну, какой-то быт, какую-то жизнь. Именно то, что происходит с нами каждый день, то, то, чем все равно успокаивается в том числе и наше сердце, и наш разум иногда. И все это, вот это вот и личное стремление, и письма, и вот одновременно вот эти вот какие-то комиксы, которые сопровождали каждый день, и к которым в итоге замыливали глаз, конечно, к ним привыкали, я вообще думаю, что никто ничего бы этого не мог выполнить, хотя каждый день это люди видели. Вот это все, вроде бы несочетаемое, в итоге, например, под прессом времени, да, все это сливается в какую-то такую вот одну жизнь, в которой существует человек, в которой он проживает, и она длится одна большая эпоха. Зал седьмой фигуры чистого воображения, и вот все фигуры, которые мы видим на этом гобелине, это действительно фигуры чистого воображения художника. Гобелен, и здесь сразу вспоминаешь, что, кстати, Гриша Брускин закончил текстильный институт, между прочим, в каком-то интервью я читала, он рассказывал, почему именно текстильный, потому что там как-то было проще с вот этой военной кафедрой, и в советское время очень не хотелось идти в армию. Это действительно гобелен, причем он состоит из таких пяти частей, и, как рассказывает сам художник, его вот эта вот идея привлекала, что весь мир соткал вот тот самый какой-то там ткач, да. На самом деле, даже не понимаю, с какого места повернуть, как вам всем этом рассказывать, но в еврейской культуре, как известно, есть запрет на изображение, но при этом, когда об этом думают художники, думаю, это его должно очень как-то мучить, потому что все мы знаем силу изображения, все мы знаем, как воздействует изображение на человека, на зрителя, на любого человека на самом деле. Мы знаем, насколько это влияет на нас. Поэтому то, что изображения нет, и то, что ты не можешь перешагнуть этот запрет, я думаю, действует очень сильно. Вот все эти изображения, которые делает художник, это, с одной стороны, и ребус, с другой стороны, действительно какой-то текст зашифрованный во всем этом, потому что, естественно, еще еврейская культура – это культура книги в том числе, и вот создать такой гобелен, картину, как книгу, чтобы ее нужно было расшифровывать или угадывать. Тут есть и QR-код, я даже вот скачала комментарий к шпалере, здесь нельзя ограничиваться только тем, что на стене, и вот можно читать про каждого, каждого, каждого персонажа. Каждый гобелен еще разделен на четыре части, фон определенного цвета, и все это имеет значение, и количество фигур, конечно, тоже имеет значение, четыре фигуры. Во всем этом есть, как в настоящем каком-то сакральном произведении, в каждом, каждом, каждом здесь нюансе есть свой смысл, насколько он вот, этот смысл по-настоящему существует, насколько это не просто такая, знаете, фантазия художника, насколько не просто он нас путает, но это вот на ваше усмотрение остается. Стоит ли его расшифровывать или просто постараться посмотреть на этих персонажей, что-то угадать, что-то понять – это вот, это ваша воля. Главное, что вы здесь совершенно вот не должны забыть сделать – это зайти за этот гобелен и посмотреть его с обратной стороны. Это вообще все совершенно по-другому, там вообще почти живопись. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Зал предпоследний, который называется Театр памяти, и здесь, как знаете, была там вот вселенная, которая располагалась на столе, и там она касалась какой-то одной эпохи, да, а здесь, здесь как будто несколько эпох, несколько мифологий, несколько культур, они все друг друга прорастают, проросли, и получается что-то новое. Как будто это новая цивилизация, которая сложена из старых цивилизаций, которая надергала из этих цивилизаций то, что ей пригодилось, то, что было нужно. Здесь толпы, которая марширует в разные стороны. Здесь есть вооруженные силы военные, здесь есть архитектура, причем архитектура явно какого-то такого тоталитарного толка. Это зекураты, это пирамиды, которые складываются долгими усилиями людей. Потом хорошо из этих пирамид, из зекуратов за этими людьми наблюдать. Здесь в воздухе кружатся какие-то невероятные там самолеты, дроны, какие-то космические корабли. Здесь есть свои террористы, которые наверняка пугают общество, и общество ищет защиты у государства. Но когда государство уж слишком начинает защищать общество, то общество тоже недовольно, потому что чувствует ущемление свободы. Здесь миллион ассоциаций, вы можете поймать образы разных культур здесь. Здесь иногда явно проявляется средневековье в этих каких-то вот как будто средневековых масках. Иногда здесь прям явно проглядывают шумеры, иногда модернистские линии, да, похожи на модернистскую скульптуру. В общем, ощущение, правда, какой-то вселенной, живущей по какому-то своему собственному порядку, своему собственному ритму, и еще мгновение, и это все куда-то начнет двигаться, идти, перемещаться. Все это создано из папье-маше. Каркасная скульптура, да, сделаны металлические, они даже здесь видны, каркасы, на них вот такой папье-маше. Из-за того, что это еще скульптура, ты явно понимаешь, что она пустая внутри, да, то она, в общем, довольно легкая, да, то есть ощущение, что она, правда, может сейчас сойти с места и начать как-то двигаться и жить своей жизнью под вашим наблюдением. Последний зал, зал девятый, который так и называется, смена декораций, вы пойдете без меня. Во-первых, там очень громко и говорить не получится, во-вторых, говорить там не хочется. Если этот зал предпоследний, эта вселенная, которая живет по своим законам, то следующий зал – это, наверное, такое совершенно сакральное место, может быть, храм, где нужно возносить молитвы или просто посидеть, и на вас не зайдет. Там, как и в первом зале, в прологе, есть видео, есть объекты, есть музыка, по-моему, там Монте-Верди, еще какие-то гимны, и все это еще так запачкано такими всякими современными звуками, и очень трудно в какой-то момент встать и выйти оттуда. Но есть там такой уходящий видео человек, уже не всадник, и вместе с этим человеком нужно в мир. Все, всем пока. Зал без меня. В общем, хотели закончить выпуск красиво, но есть у нас должок. Есть стопка книг из книжного нашего дайджеста, который я обещала вручить человеку, автору, самого интересного вопроса «Не про искусство». Долго выбирали, вопросов было много, у меня есть даже идея снять такой выпуск. Ваши вопросы, мои ответы, но мы пока вот думаем над ним, тем не менее. Думаешь про вопрос «Не про искусство», но оказывается, все вокруг так или иначе искусство. Вопрос, приглашали ли вас на свидание, на выставки, музеи, не зная, что вы искусствовед. Может быть, были смешные истории, были смешные истории, действительно приглашали. Спасибо вам большое за настроение, я вспомнила и посмеялась. Не могу назвать ваше имя, оно сейчас здесь где-нибудь появится, потому что боюсь неправильно прочитать, поставить ударение. Вы, пожалуйста, только не пропадайте, напишите нам на нашу почту, мы вас тоже будем искать. Все, пока. Спасибо. Спасибо.